Привет всем, кто смотрит мой канал, кто зашел, кто первый раз на моем канале. Меня зовут Марина, я визажист, любитель художник. И давайте приступим. Хочу показать в начале несколько продуктов, которые я недавно приобрела. И вот уже попользовалась, я не знаю, недельку, наверное. И хочу сказать, понравились, не понравились. Здесь, ну и просто поболтаем с вами, порассуждаем. Недавно мы ходили в гости, вот, и мне девушка показала вот такой вот лосьон для тела. Я нанесла его на руку, здесь такой удобный дозатор, на руку. И мне понравилось ощущение, уже после того, как я посидела немножко, кожа становится нежной, кожа становится напитанной, увлажненной. И как бонус аромат. Приятный очень аромат. Это, не знаю, как, честно сказать, не знаю, как называется бренд. Найс или Унис, или как-то вот так. Я знаю, что это турецкий бренд. 250 миллиграмм. Девочки, классная. Это, я так поняла, коллаборация с, есть украинская певица Карпа, да. Ну, я ее не знаю, мне так сказали. By Карпа. И вот я так поняла, что, как бы, она представляет вот эту вот серию. Вот. Ну, и гель для душа. Вы не смотрите, что он жидкий. Дочка добавила туда воды. Каким образом? Я только это ж открутила, наверное. Ну, а, ну да. Добавила воды туда. Вообще, он не такой жидкий. И такой же имеет аромат, как в лосьоне для тела. Это, вообще, серия идет. 400 миллиграмм геля для душа. 250 миллиграмм лосьон для тела. И идут к ним духи. Ну, духи, как бы, мне нравятся более, скажем так, дорогие. А вот такие вещи, да, они классные. И на теле приятные. Потом нету такой отдушки, которая перебивала бы аромат духом, например, да, парфюма вашего. Он наносится, вот вы его чувствуете, ходите. Остается легкий аромат на теле. Ну, он не перебивает аромата вашего парфюма. Вот так. Вот, поэтому вот эта вот серия, хочу еще сходить. У нас здесь есть кабинетик с этой косметикой, не только с этой. Там турецкие бренды. Хочу сходить посмотреть, заинтересовало меня вот это вот, вот эти вот вещи. Это с каталог. Вот, существует такой вот каталог. Девочка мне дала, сказала, что если подписаться, то, по-моему, 25% скидка идет. Ну, надо будет, наверное, зарегистрироваться. Почему нет? Хотя тут уже осталось. Ну, я думаю, надо сходить. Я бы не сказала, что здесь прям бюджетные продукты, потому что вот, ну, есть бюджетные, есть небюджетные. Потому что, если взять, допустим, парфюмы, вот, типа, ну, здесь есть недорогие парфюмы. Есть по 300 гривен, по 200 гривен, да, такие водички. А есть вот, типа, сейчас покажу вам. Это мужские. Вот, баночки, ничего вам не напоминают? Монталь, да? Похоже на монталь. И вот эти ароматы уже по скидке стоят 789 гривен. 100 миллиграмм. Меня, честно сказать, заинтересовал вот этот вот белый. Я бы хотела послушать этот аромат. Фруктовый, цветочный, дыня, бергамот, груша, персик, магнолия, тубероза, слива. И мускус пачули. Вот в этом белом флакончике. Если у вас есть вот такой вот каталог и продукты какие-то вы от этого бренда покупали, то напишите мне. Я бы с удовольствием что-то взяла. Но не знаю что. Вот. Ну, нужно сходить. Я забежала на 5 минут, взяла вот эти вот два продукта. Гель для душа и лосьон. И все. И выбежала, потому что меня ждала дочка, ждал муж. И я по-быстренькому. Также здесь вот флормар представлен. Вот. То есть это уже, конечно, бюджетненько. Ну, то есть, есть здесь уход для лица. Уход для лица не дешевый, не бюджетный. Здесь, сейчас я вам покажу. Лаки тут такое все. Ну, это флормар. Вот такие вот уходовые для душа, для волос есть. Ну, интересное, кстати. Интересное здесь вот лечебные всякие для волос, для тела. Вот сыворотки, например. Сейчас я вам уход один покажу. Я немножко приболела, и у меня насморк. И прям слезы текут. Крутит. Вот, вот эта девушка. Я так понимаю, она певица, я ее не знаю. Вот. И что хочу... Это уход за волосами тоже она представляет. Вот, например, сыворотка здесь 899 гривен. То есть это далеко не бюджетно. Легкий увлажняющий крем 500... По скидке 579 гривен. Сыворотки по 600 гривен здесь. Ну, то есть, честно сказать, я вот посмотрела, да, думала что-то приобрести. Но, если учитывать объем этих продуктов, допустим, взять сыворотку 30 миллиграмм, то корейские бренды, там можно большой объем взять за такую цену, но там объем будет, конечно, выгоднее намного. Поэтому, ну, тут уже... Вот это меня заинтересовало. Максимайзер для губ 12 миллиграмм. Здесь есть зеркальный блеск, гиалуроновый максимайзер и пушап. Вот меня вот этот вот пушап заинтересовал. Посмотрим, что это. Хочу сходить. Вот такие вот кремчики-раздражители для губ, чтобы они выглядели более пухленькими, увлажненными, пухленькими. Так, маски здесь есть. Ну, то есть, для волос здесь меня заинтересовало много чего. Маски для лица всякие, вот много чего для ног, для рук, для тела. Интересный, интересный, достаточно толстенький такой. Если, знаете, у Эйвана Арифлэм они такие тоненькие, вот эти буклетики. А здесь книжечка прям такая толстая, то есть продуктов много. Вот. Хочу сходить, посмотреть, что там еще у них есть. Послушать ароматы даже просто ради интереса. Вот. Так что да. Напишите, может вы что-то заказывали. У них есть и интернет-магазин. То есть, может что-то заказывали. Мне интересно будет послушать вас. Ваши комментарии, ваши советы. Так что буду ждать под видео. Так. Дальше. Купила я вот такой вот бронзер. Я вам показывала, что мой любимчик Нуба. И много очень отзывов и комментариев по поводу вот этого вот бронзера от Катрис. Рассказывали, что он очень классный. Очень красиво смотрится на лице. Сейчас он у меня на лице. И скажу, что действительно хорошо смотрится. Но когда я его открыла, сначала немножко так испугалась. Потому что здесь вот видно блестки. Прям явные блестки. Но когда вы его наносите на лицо, вы эти блестки не видите. То есть, идет такой вот красивый бронзовый эффект. И блесток, как таковых, вы не увидите. То есть, и вот сейчас оно уже подстерлось немножко. Это, наверное, как бы напыление было прям такое блескучее. А сейчас вот напыление ушло. И как таковых блесток я как бы тоже не вижу. Может, просто солнце не падает. Не знаю. Вот. Ну, смотрится хорошо. Смотрится естественно. Растушевывается легко. Немножко он крошится. Немножко вот сыпется, да. Нуба не сыпется. То есть, вы его набираете. Он никуда не порошится, ничего. А вот этот немножко сыпется. Ну, как бы для меня это не проблема. И, ну, бюджетный продукт. А качество хорошее, в принципе. Если не смотреть на вот это, что порошится. Много продуктов даже с люкса порошаться. Поэтому это не самое страшное. Коробочка. Ну, коробочка тоже такая бюджетненькая. Если бы она была однотонной, например, какой-то такой лаконичной. Я думаю, смотрелось бы немножко по-другому. Но тоже, как бы, я сильно не зацикливаюсь на этом. Вот. Для визажистов. Визажисты тоже пользуются этим продуктом. Поэтому, как бы, это меня и заинтересовало. Но, не обращайте внимания. У меня вот в краске ноготок. Я красила сегодня сестру. И, несмотря на то, что было в перчатках, ноготок закрасился. Вот. В 0,10 оттенке. Так что, могу посоветовать вот этот вот бронзер. Если вы ищете что-то бюджетное для себя, то вот, да, неплохой. Хороший. Аромата, ну, как бы, никакого нету. Я хотела сначала выбрать Physician Formula. У них там бронзеры есть. Но так посмотрела на их оттенки. Мне кажется, они будут рыжеватые. Почитала комментарии. Тоже девочки пишут, что там чересчур рыжий. Чересчур там, ну, цвета не очень, как бы. Ну, и взяла вот такой. Мне кажется, очень натурально смотрится. Как вам? Напишите мне. Естественно, как-то так. Вот. Ну, и купила миниатюрку такую. Взяла аромата. Куатра или как это называется? Бушерон. Вот такой вот. Если я правильно выговариваю. Такой летний, легенький ароматик. У меня, значит, есть три. Ну, не важно. Три, там, четыре, два аромата основных. Да? Которые вот мне нравятся. В большом объеме. Вот. Очень приятный. В большом объеме. И для того, чтобы разнообразить как-то. Знаете, они все равно, даже если три аромата. Чтобы разнообразить, надоедают. Иногда вот хочется что-то еще попробовать. Покупаю вот такие миниатюрки. У меня вот эта миниатюрка. Потом Versace Crystal. Маленькая. Герлен. Не помню. Такая темная. Кругленькая. Знаете, такое, как тарелочка. Вот. Аромат. И Виктор Рольф Flower Bomb. Вот такая вот тоже миниатюрочка. И достаточно. Достаточно. Потому что основные мои ароматы, которые нравятся мне уже на протяжении долгого времени. Это не год. Это несколько лет. Это Dolce & Gabbana The One. Они там тоже разные версии есть. Покарабан Олимпия мне нравится. Мне нравится Christian Dior букет. Вот этот. Блюминг букет. И мне нравится... Как же его? Нарцисс Родригес. Черная, черная бутылочка. Аромат. Очень нравится. Но он больше такой тяжелый, вечерний аромат. Или зимний вот такой вот. Сейчас у меня лосьон такой для тела есть. А вот хочу на зиму подкупить себе Нарцисс Родригес. Вот этот Forever Here, по-моему. Или как он там называется. Как-то так. Надо посмотреть название. Классный аромат. Мне он нравится. И хочу пополнить... Заканчивается уже у меня. Christian Dior. Вот этот Блюминг букет. Классный аромат. Блюминг букет. Такой на лето. Очень нежный. Такой женственный. Какой-то... Вот он мне прям очень нравится. Но его нужно много наносить. Если вы немножко нанесете, его как бы... Он возле тела остается. А когда вы много, то есть будет вот слышно от вас вот этот аромат. Но аромат он не забивает, знаете, не душит. А сколько бы вы не нанесли его, он будет легко ощущаться. То есть мне нравится такой аромат. Вот. И вот этот тоже миниатюрка. Вот. В сумочку кинуть, например, очень удобно. Поэтому да. И хочу еще вам показать картину. Вчера я рисовала картину. Сейчас я... Не помню, я вам говорила или нет. Я создаю свой сайт. То есть свою галерею. Там, где будут выставлены мои картины. Те, что я рисую. Поздно я, конечно, схват... Как бы... Начала это. Потому что рисую я очень давно. И... Можно сказать, с детства. И только сейчас вот мне пришло в голову, что нужно сделать свою галерею, свой сайт. Вот сейчас я над этим работаю. В основном мои картины черно-белые. То есть... Рисую я карандашом. Карандашная техника. И... Вот. Направление ню. Могу немножко отступать, конечно. Потому что, ну, в голову иногда лезут картинки очень разные. Поэтому, как бы... Все, что у моей в голове, я рисую. Так что давайте покажу картину. Одну из... Вот эта вот картина, которую я рисовала вчера. Вот она стоит у меня здесь. Вторая. Там третья стоит. А вот четвертая висит в спальне. Сейчас вот цвет съедается. Они более яркие. Но еще буду насыщать. Еще буду дорабатывать, насыщать. Вот такая девушка со змеей. Почему-то захотелось мне нарисовать так. Напишите мне, любите вы живопись или нет. Интересуетесь ли. Если рисуете, тоже будет очень интересно с вами пообщаться. Что вы рисуете, как вы рисуете. Поделиться какими-то, может, секретиками художества. Поэтому пишите обязательно. Давайте общаться. Вот. Так что да, девочки. Буду ждать ваших комментариев. Буду ждать ваших подписок. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик. Комментируйте. Ставьте лайки. Ставьте дизлайки. Этим вы помогаете. Показывайте мне, в какую сторону мне направляться. Поэтому жду любых комментариев. До новых встреч. Увидимся. Пока.